Это то, что мы называем не ландшафтное растение? Да, но очень вкусно. Мне нравится твой здоровый подход, практичный. Тоже, мне кажется, хороший лайфхак. У вас много лайфхаков. Покажем их всем. Смотрите канал Europlant и увидите, как мы воруем морковь. Итак, здравствуйте, зрители канала Европан. Сегодня мы продолжаем съемки в саду директоров ландшафтной компании Спецпарк Дизайн. Старинное название компании много лет. Название взято, я так понимаю, из советского прошлого. Ассоциативно нужно было быть молодым людям, 20-летним, выглядеть серьезнее, чем они были на самом деле. Да, кстати, сработало свое время. Да я смотрю у вас, да, формула вашего успеха очень сложная такая, начиная с названия и вообще, в принципе, заканчивая тем результатом, который вы... Ну, мы сейчас сбились. Юр, я хочу тебя помочь. Несмотря на то, что ты, конечно, директор компании, не дендролог, не фитопатолог, и вообще, как бы, ну, растение это не твой конек, не твоя специфика, но я немножко тебя помучаю все-таки. Конечно. Да, да, ты уж извини, пожалуй. Да, я в этом не сомневаюсь ни чуть-чуть. Может, что-то подзабыл, но ничего, если что, мы освежим это в титрами, мы тебя корректно поправим. У нас же есть замечательный Витя Тропченко, с которым ты тоже работаешь. Это раз. Замечательная Марина Шиманская, которая... Которая мне, кстати, помогала здесь с цветниками. Ты не в курсе, но цветники мне помогала Марина Шиманская со своими растениями, и даже физически сажали они здесь. Ну, вот лучшие специалисты по уходу растений работали в этом саду, конечно же. И, может быть, как раз мы и расскажем сначала вот об этом замечательном растении. Это бузина черного нациниата, и, на самом деле, она из самых полезных, да, функциональных растений, потому что она дает прекрасные ароматные цветы, из которых я делаю мой любимый безалкогольный напиток, сироп из цветов гузины. Собственно, я собираю вот эти грозди, у меня в кладовой, наверное, литров 10 этого сиропа, и я без перерыва из моего сына любимый напиток, он разводишь его с водой, и пьешь весь год ароматный, яркий, цветочный вкус. Ну, то, что пьют скандинавы. Ну, скандинавы пьют, а у нас не распространено, но это очень хорошая штука. И рекомендую, это неприхотливый куст, каждый раз я его обрезаю почти полностью, у него большие побеги однолетние, поэтому вот он такой вот закрывает за одно окно от гостевого дома. То есть он цветет на побегах текущего года, поэтому как бы обрезка ему никак не урезит. Да, удивительно, октябрь, до сих пор цветет бузина. Слушай, а скажи, а ягоды, ну, тоже так с практической точки зрения как-то применимы? Это что-то такое из народной медицины, я не сторонник. Может, из них можно делать алкогольные напитки? Не слышал ничего про это, поэтому не использую. Ясно, хорошо. Ну, она очень декоративная. Мы увидели в саду уже в одном террасный сад, смотрите ролик террасный сад, там как раз у нас снята эта бузина, она действительно безумно декоративное растение. Ну, а здесь многолетники, опять же, некоторые полезные. Вот сейчас мы будем пить чай, я угощу вас чаем с мятой и с тимьяном, которые здесь растут. И цветущие всякие лаванда цветет. Пряный цветник? Лаванда, кстати, выживает, уже здесь 6 лет мучается, но живет. Лаванда в ленобласти? Да, да, прекрасная. Ну, не прекрасная год от года. А сорт помнишь, Юра? Нет. Ну, хорошо, мы все равно потом выпытываем и подпишем. Кто посадил у вас такую замечательную лаванду? Если честно, лаванду я посадил сам и купил ее в Аби. Тогда, боюсь, мы не узнаем. Останется тайной. Да, да, что-то с остренькими листьями. Ну, видишь, смотри, у тебя все-таки разделенные пальцы, да. Это еще одна из составляющих успехов вашей компании, что даже куплены в Аби растения, которые у всех обычно как бы, ну, ведут себя по-всякому, но чтобы перезимовало. Пойдем дальше, посмотрим. Я смотрю голубика, рододендрон. Голубика, кстати, вот не целый голубичник здесь. Ну, как мы все оба знаем, что это не голубика, а их родственник, вацинам колингозам, но прекрасно плодоносит. Вот до сих пор ягоды еще в тени, они могут даже не успеть созреть, но большая часть урожая уже была месяц назад. У нас ее много, мы ее даже замораживаем, там, потом зимой едим. Рододендрон цветет прекрасно, покрывается целиком вот этими розовыми цветами. Последние три года он цветет, до этого в зависимости от зимы периодически не цветет. Воз чупочки подмерзает верхняя. Ну да, это же такой вечно зеленый, дынер, да, дынер. Это, наверное, Котевгинские какие-то сорта. Да, да, да. Юр, ну, совершенно прекрасный цветник из гортензии. Гортензиарий. Гортензийник. Гортензийник. Не знаю, как еще. Ну, просто цветник из гортензии. Ну, это, как ты заметил, мы на участке уже моего брата Алексея, это его коллекция гортензий, тут несколько сортов, про которые, надеюсь, он расскажет и подпишет, или вы сами определите, что это за гортензий. Обязательно. Но он мне очень нравится, потому что он виден с моего участка, поэтому это в том числе часть моего сада. Мне кажется, что с твоего участка даже он выглядит гораздо лучше. Еще я очень люблю по ночам воровать жимолость, которая здесь, несколько сортов камчанской жимолости, которая напоминает мне наше магаданское детство. Это одна из любимых моих ягод. И в детстве все время собирали эту жимолость возле вертолетной площадки, кидали ее в бутылку, толкали палки и вот так вот ходили по поселку и радовались. Поэтому это, несмотря на то, что это не очень ландшафтное растение, как ты заметил, оно действительно не декоративная половина года, когда он уже отплодоносил, она становится такой вот непригрядной, ну, потому что для нее слишком длинное лето. В Магадане, например, уже давно выпал снег, поэтому... Ну, уже вегетация закончилась и растение уже ушло в спячку. Слушай, ну, гортензии, наверное, будут так выглядеть до снега, я так понимаю. Да, они хороши тем, что, как и все гортензии, мне очень нравится их не срезать прямо до Нового года, потому что они и в засохших соцветиях, такие бурые, красивые, очень красиво стареют. Мы их не трогаем. Не занимаетесь, Владима, обрезанием шапок на зиму, чтобы не сломалось снегом? Чаще всего я это делаю только по весне. Угу, прекрасно. И вот эта тоже древовидная гортензия тоже остается так. Я смотрю, возможно, даже не Анабель, а как-то супер Анабель. Да, похоже, Анабель. С огромными большими шапками. Ну, лучше уточнить. Мы все уточним, обязательно. Пойдем поговорим про орехи. Пойдем. У тебя помимо яиц еще прекрасные орехи такого же крупного диаметра. Наверняка вы тоже из них что-то делаете. Да, мы из них делаем варенье. Юр, пойдем, присядем, наверное, на эту замечательную скамеечку у вас под орехом. И ты расскажешь мне про это дерево немножко. Ну, это орех маньчжурский. Это фактически единственный орех, который можно смело сажать в условиях северо-запада. Многие боятся его использовать, зная о том, что это быстрорастущее дерево с очень мощной корневой системой, который мало что растет. Но если ты выбрал правильное место, зная о том, что это крупное дерево с большой кроной, я очень рекомендую это дерево. И не только из-за внешнего такого субтропического, необычного для наших широт габитуса, но в том числе из-за того, что у нее есть орехи, которые регулярно дают урожай. И из них по рецептам армян или там на Урале у нас делают варенье из зеленых орехов. Их собирают во время молочной спелости, потом путем хитрых манипуляций в течение недели, меняя постоянно воду, потому что она ядовитого, абсолютно с запаха, ионистого и вкуса. Ее постоянно нужно сливать, обрабатывать исключительно в двух парах перчаток, и в результате ты получишь зато очень необычное, хрустящее, вкусное варенье из маньчжурского ореха. Ну, в общем, кто готов немножечко потрудиться ради экзотики. Ты знаешь, я это варенье ел у Натальи Завиди в гостях. Мы ездили снимать пионы, и она нам похвасталась. У нас есть четыре пионы от Натальи Завиди из ее коллекции. Сейчас не сезон, естественно, но они здесь ездят. У вас все в гости к вам. Я же знаю, что вообще вы очень хребосольный и гостеприимный. К вам часто приезжают гости практически из всей ландшафтной среды и окололандшафтной. Даже девелоперы к вам приезжают. Да, у нас проходит такой биеннале раз в два года. Большая встреча такая в ГАЗ-ЯХУ в саду Скибинах. К нам приезжают гости, которые занимаются именно девелопментом и строительством жадных комплексов. Мы здесь проводим лекции, обучение. У нас здесь очень вкусный, красивый стол, кейтеринг. И мы в саду ходим с бокалами вина после этих мероприятий и говорим на насущные интересные темы. Наш сад вмещает в себя 40-45 человек спокойно. Мы убираем всю мебель в доме, ставим туда стульчики и потом на улице проводим такой пикник. Людям здесь нравится и люди расслабляются и говорят на серьезные темы. Вот скажем, многих вы переманили вообще в загородную жизнь. Есть люди, которые приезжали к вам в гости и говорили, слушайте, ну да, наверное, пора уже продать городскую квартиру и наконец-таки зажить примерно так же, как и вы. Есть несколько знакомых, которые так сделали, но есть все равно типы людей, есть городские люди, которым нужна вот эта возможность выйти в кафе вечером пешком. Мне тоже такое нравится, но для этого я использую такую штуку, внутренний туризм. Мы заказываем гостиницу какую-нибудь дорогую с женой, едем туда на выходные в Петербург как туристы и проводим там именно как туристы, а не как вот жители. И это очень круто и наш город очень красив в этом смысле, но жить лучше загородом, я уверен. Слушай, Марин, ну вот мы тут сидим с тобой и у нас тут тоже вокруг такие джунгли. Кровохлебка. Она очень тупая, которую мы недавно видели тоже в саду, созданном Александровским садом Марины Шиманской. Вот, я смотрю, она до сих пор цветет и ничуть не конкурирует совершенно с орехом. То есть под орехом ей хорошо. Ей нормально и она очень активно растет, но единственное, что вот в этом году такая тенденция получилась, что она стремится из-под ореха вот своими цветоносами уйти в сторону. Лучше всего здесь чувствует себя герань. Крово-красное. Вроде бы. Вроде бы. Не, ну то есть в принципе тоже орех не безнадежен. В принципе пока все в порядке, пока все растения как себя чувствовали, в целом они так себя и чувствуют. Но я готов к тому, что кто-нибудь из них уйдет со временем. Ну вообще были какие-то такие у него удачи, что вы посадили у вас что-то в саду и оно не захотело у вас хорошо жить и пришлось с ним расстаться? Ну вот в нашем саду такого я пока не встречал. Я посадил в этом году пару лос винограда. Плодового я так называю, а не девичьего. Плодового винограда и надеюсь тоже там читаю книжки как его попытаться сохранить. Сорт рекомендованный для наших широт. Ну надеюсь будет немного у нас плодового винограда для еды хотя бы. Слушай, да, я очень тоже хотел бы перенять такой опыт, если получится. Если получится расскажу. Мы обязательно приедем, да. Потому что всегда истории про виноград в Ленобласти, они практически сенсационные. Это очень здорово, что вы экспериментируете с такими вещами. Ну кстати вот там, в ту часть мы сейчас можем в сады сходить и там как раз мы посмотрим на парнички пристенные и на молодую однолетнюю лозу. Да, я уже обратил внимание, у вас очень не оригинальное решение с огородом. У вас живую практически здесь как такового нету. Есть небольшая часть вот прямо при доме, где мы сажаем очень небольшое количество растений. Трава, чаще всего мы травы сажаем кстати в горшки. Я очень рекомендую своим клиентам, если есть возможность террасы поставить в том месте, где тебе нужна именно трава для кухни. Ну выход из кухни например, да. Обязательно, не обязательно делать грядки, можно поставить просто кашпо. Ну это как летник будет, да? И будет как летняя трава, туда же можно посадить из того же, где ты сможешь купить пряные травы, чтобы у тебя орегано, майоран, базилик был в течение сезона. И туда же укроп, петрушку, все что ты любишь для кухни. Ну вот сейчас мы познакомим наших зрителей с тем решением, которое вы сделали с помидорами, потому что это тоже мне кажется хороший лайфхак. У вас много лайфхаков, покажем их всем. Юр, я не знаю даже, возможно у нас получается такой очень минный ролик, а к огороду мы пришли только что. А оказывается у тебя еще, у Алексея есть огород. И мне кажется, что у нас хотя и канал про декоративное садоводство, но вот это нельзя назвать прям исключительно прикладным. Мне кажется, что это прям декоративное оно и есть. Декоративное, да, во-первых это красиво. Ну то есть это просто пристенный такой парничок. Это опять же, как обычно у меня все сделала жена своими руками. У теплой южной экспозиции помидоры в этом году немножко поздно посадили, но регулярно хорошо плодоносят. Сейчас уже не сезон естественно для помидоров. В том то и дело, мне кажется, в октябре вообще я в Ленобласти никак вообще с помидорами не соотносится. А у них, я смотрю, ни фитофтороза, ни мучнистой росы, никаких грибных заболеваний. Они себя прекрасно чувствуют, висят помидорки, дозревают до сих пор. Октябрь на минуточку. Ну да, такие штучки, мне кажется, не сильно испортили архитектуру. Нет, вообще, мне кажется, исключительно украсили. Скажи, какой-то секрет есть или просто можно поставить таких два стеклянных ящика и все? Ящик из импленированной доски внизу, чтобы она не гнила так быстро. Выстеклена полиэтиленом и сверху стекла такая. А там они в земле сидят? Да, да. Там никакая не гидропоника, никаких волшебных удобрений нет. Ну, там есть такие бутылки закопанные, куда мы наливаем воду. А вот это как аккумуляторы как бы? Да, да, да. Такого плана. И все, и вуаля, и помидоры в октябре? Да. Все-таки я решил просочиться и в город Алексея. Ну, пойдемте. У вас действительно все... Поворуем моркови. Поворуем моркови. Поворуем моркови. Итак, мы пришли в огород. Вы не поверите, но так выглядит огород Алексея Скибина. Ну, слушайте, на самом деле это все, что нужно для того, чтобы не иметь огорода и особенно с ним, я так понимаю, не возиться. У Леши маленькие дети. Действительно, у них свекла и морковку они очень любят. То есть, это такой детский огород. Детский огород. Они, кстати, между прочим, регулярно видел, как они тут в нем ковыряются вместе с мамой. Вот, я так понимаю, что они тут прямо... Видимо, одевают этот инструмент. Защита. Техника безопасности. И можно бежать воровать морковку. Можно воровать морковку. Но мы, собственно, за этим и пришли. Я думаю, Леша нас не заругают, если мы немножечко проинспектируем. А мы, он нас увидит только в видео. Он увидит только в ролике, как мы воруем морковку. Так, ну что... Вороство в кадре. Соседское партизанское садоводство. Опа. Вот морковочка. Не крупная, но вкусная. Ну, прекрасная октябрьская. Свежие овощи к столу. И, я так понимаю, вообще-то приучает детей и к труду, и к природе. Я вообще завидую Лешиным детям, они помладше, чем мои. И они тут с детства бегают босиком, копаются в земле, носятся по поселку. В общем, счастливое. Счастливое, прекрасное детство в деревне, собственно говоря, не отходя от дома. Курочки, собачки, кошечки, морковка. В общем, все, что нужно. Леш, скажи, а что находится у вас за той пиратской калиткой? Традиционная оговорка Леша-Юра. Прости, пожалуйста, говорим о Леше, да. Думаю о Юре. Это обычная история. Я привык и не обижаюсь. За калиткой это у нас хозяйственная зона. Это как раз там у нас курицы, там будет оранжерея. Вот в этой оси за дубовой калиткой. Кстати, обратите внимание, она вручную выколота из дуба. Здесь живут пираты. Ну, вот эта дубовая калиточка, которая идет в закрытой, традиционной изгородью истуе. Как раз у нас очередная изгородь в коллекции. Леша ее почему-то не постриг. И я тоже похожа на эту дубовую. Но ее, в отличие от изгородь из елки, можно стричь раз в год. Это нормально для нее. Нет, тут вообще все отлично выглядит. Калитка прямо манит туда заглянуть. Но пока что там только фундамент от оранжереи. Но я видел, Юр, что вы же вообще, в принципе, делаете оранжереи в проекте. Да, да, да. Мы делаем. Просто до себя еще руки не дошли. Нет рабочих рук для того, чтобы потратить их на себя. Этот год весь такой, на самом деле. У нас очень много работы. И обычно, если у нас есть какая-то пауза в работах, мы можем там своих рабочих себе позволить. Но в этом году такой возможности вообще нет. Ну то есть, когда в следующий раз я приеду к вам, мы сможем полакомиться не только морковкой с помидорами, но и какими-то настоящими оранжерийными культурами. Надеюсь. Я думаю, что Леша-то развернется тут. Должен. Юра, ну наш разговор мы начали с твоего полисадника, а сейчас подошли к полисаднику твоего брата Алексея. Здесь тоже очень интересные растения. Я смотрю, шикарный горный сосны, прям массив. Тут сколько вообще их посажено? Я думаю, что девять, не больше. Штук девять. И вот они образуют такой тоже практически бордюр, да? Ну плюс еще, так же как и у моего участка, часть лишнего грунта образовала такой вал. У нас есть ров, канава, потом вал. Такая традиционная фортификация. Очень красиво. Одновременно добавляет немножко объема еще вот этим соснам. Они, видишь, не в одном уровне и образуют такой холк. И, собственно, ту же функцию выполняет, когда люди гуляют мимо участка. Поверь мне, всегда любые прохожие, особенно гости, все время вот так поворачиваются и такие одобрительно шебуршат между собой. Ну а чем здесь занимается Леша? Я смотрю, здесь есть у вас бонсай с лиственницей. Он регулярно его формирует каждый год. Он по бетонному кашпо уже растет уже, наверное, лет 7, наверное, у него. Вот он формирует потихонечку. А здесь не чаще всего, как и мы, Поветчай. Это самое теплое место на самом деле участка. Самое солнечное. Оно именно самое комфортное по ветру. Вот здесь почему-то меньше всего ветра. И всегда гораздо теплее, чем в других частях сада. К каждому члену семьи в саду есть свое место. У вас есть музыкальная студия для сына. Есть мастерская для жены. Жена у тебя вообще на все руки. От скуки, от керамики, до плотничества, сварочной работы. Дочка увлекается фотографией. Все верно, да. А чем увлекается жена Алексея? Она ученый. Она микроардиолог. Пару высших образований на эту тему. И в этой связи в основном и работает. И у всех есть, я смотрю, свой какой-то небольшой уголок. Где можно проводить и время, и досуг, и хобби. Все верно. У меня жена работает дома. У нее зубо-техническая лаборатория. Прямо у нас выделена комната. Она там и работает. Это вообще прекрасная ситуация, когда не нужно ездить на работу. И если есть свободное время, пойти в мастерскую и заняться тем, что тебе на самом деле нравится. Ну вот нет такого ощущения, что тесновато, нет? Абсолютно. Дружно живете? Да, но у нас есть правила определенные, там, общежития. Поэтому мы давно определились на тему собственного личного пространства. Поэтому мы мирно и хорошо живем уже много лет. И ведем бизнес, на самом деле, совместно уже практически с самого основания спецпорт-дизайна. Уже 22 года у нас вместе бизнес идет. Ну да, семейный бизнес с Кибиных, да? Да. Ваш сад прям очень индивидуальный. Это мой сад, это наш сад, в котором нам комфортно. Мне кажется, каждого человека должен быть и лично свой сад. Не нужно идти за модой, не нужно создавать, делать копию. Нужно в первую очередь придумать функцию и представить, как ты собираешься жить и как это использовать. На самом деле, об этом только мы и думали, когда создавали. Причем каждый свой планчик рисовал. Я своего сада, Леша свой. Это единственный мой сад, который я, в принципе, нарисовал в жизни. Вот так вот. Да, потому что все остальные я могу хорошо оценивать, но я сам не архитектор. И поэтому для меня такой был первый опыт. Но при этом я им доволен, мне нравится то, что получилось на самом деле. Ну, этим и ценно. Юр, я желаю вам удачи, удачи всей вашей семье. Вы живите дружно и счастливо в этом месте. Я думаю, что мы приедем к вам еще, если вы нас позовете в гости. С удовольствием, конечно. Конечно. Юр, я хочу тебя поблагодарить за то, что пригласил нас в гости. Замечательный сад, замечательная семья, замечательный участок. И я, конечно, не мог приехать без подарка от Европланта. Я надеюсь, что вот этот вот замечательный можжевельник. У меня такой есть группы, я туда добавим. Прекрасно впишется в твой ландшафт. Спасибо, Европланту и тебе. Будешь мне вспоминать о нашем визите. Надеюсь, с добрыми словами. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Андрей. Ну, хорошей дорогой приезжайте еще. Да, все. До свидания. Смотрите канал Европланта. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.